Всем привет! Вы на канале Кеймстер Тодей. Сегодня я вам расскажу о лабораторном стекле и оборудовании, которым пользуются в настоящей научной лаборатории. Ну, конечно же, у меня здесь не настоящая научная лаборатория, но у меня есть некоторое лабораторное стекло и всякие интересные плюшки. И сегодня я о них вам всех подробно расскажу. Поехали! Итак, начать, наверное, следует со штатива. Он используется для того, чтобы вешать на нем какие-нибудь химические стаканы, колбы и так далее, чтобы можно было удобно разогревать с помощью горелки содержимое стаканов или колб. Вообще, это самая распространенная вещь вообще в любой лаборатории. На штатив крепятся лапки с помощью вот таких вот зажимов. Эти зажимы позволяют абсолютно по-разному изменять угол наклона нашей лапки, а также высоту закрепления на штативе. Далее у нас есть более маленький штатив. Этот штатив используется для хранения пробирок. Они бывают тоже разных размеров. Ну и сами пробирки, я думаю, вы знаете, нужны для того, чтобы проводить в них какие-то показательные, возможно, химические опыты, ну или просто опыты в маленьких масштабах, например. Ну, а также вот я, например, храню здесь красивые кристаллы, разные из разных веществ. Вот у меня есть лимонной кислоты здесь, кристаллы. Вот. Далее у нас идет горелка. У меня она самодельная, потому что мне лень покупать. Ну, я решила сам сделать, но работает хорошо, так что никаких проблем. Далее у нас идет обычная ложка, потому что это удобно. Также разные пинцеты. Дальше у нас идут стаканы. Стаканы используются для хранения или проведения опытов. Вот. У меня есть стаканы разного объема. Вот у меня стаканы 500 мл на 100, есть на 150 стаканы. Вот еще один такой же на 100. Вот. Сразу скажу, что вот в стаканах на 100 мл очень удобно выращивать кристаллы. Если вы угадаете почему, то можете написать в комментариях. Итак, далее у нас идут обычные стеклянные колбы. Они вообще бывают абсолютно разных размеров. Например, вот эта у нас плоскодонная, потому что она может стоять. И она вот с такой вот круглой стенкой. Вот есть такая же, только побольше. Также вот еще побольше есть, тоже плоскодонная. Для них вот есть специальные пробки, чтобы затыкать. Тут у меня находится укусная кислота, поэтому она заткнута, чтобы не воняло. Также есть колбы вот такие вот, у которых вот такая вот стенка под углом. Тоже плоскодонная. Круглодонные, кстати, это вот такие же, только у них круглые, но они вообще стоять не могут. Их можно только на штативе держать. Но это не очень удобные колбы. Вот такая вот колба. Тут еще имеется шлиф 14-23. Такая же колба, только со шлифом. Она тоже круглая, но плоскодонная. Тут у нас хранится серная кислота, поэтому тут у меня есть шлиф, а также вот такая вот затычка под этот шлиф. Вот такая у нас есть красивая колба. Итак, дальше у нас идут лабораторные воронки. Вот, например, вот эта у меня 75 мм воронка, стеклянная. Она достаточно тонкая. Есть поменьше, пластиковая. Ну, точнее, да, пластиковая. Ну, а также есть вот такая вот воронка. Это воронка тоже стеклянная, но она с фильтрующей пластиной, мембраной. Тут это поры 16 микрон. Она, на самом деле, сейчас просто грязная. На самом деле, вот эта пластина, она белая. Я думаю, ни для кого не секрет, что вот такие воронки используются для того, чтобы фильтровать разные растворы с помощью вот таких вот бумажных лабораторных фильтров. Вот, вот так они сюда ставятся. Вы, может, могли их видеть уже во многих моих опытах. Вот так ставятся и фильтруются. Далее у нас идет вот такая вот штуковина. Это называется ступка с пестиком. Вот пестик и ступка. Пестик и ступка применяются для того, чтобы измельчать какие-то твердые химические вещества. Например, мел. Допустим, я здесь измельчаю мел. Вон там снизу можете видеть белый порошок, потому что, ну, я его уже измельчила. Потому что в многих опытов требуются измельченные химические реагенты. Также в научных лабораториях применяются разные вот такие вот пипетки. Ну, для того, чтобы как раз-таки проводить опыты в пробежках, либо просто по капельке наливать какой-то раствор в другой раствор. Итак, далее у нас идут вот такие вот пробки. Пробки бывают просто пробки. Вот, например, вот эти пробки, они у нас с одной или с двумя отверстиями. Они применяются для того, чтобы, например, подключить сюда силиконовый шланг и газ, например, выкачивать, который выделяется из колбы. Вот эта вот пробка с двумя отверстиями применяется для собирания каких-нибудь химических установок. Есть как раз-таки других, с помощью штатива, из других разных колб и стаканов. Комбинируют, точнее. Далее во всех лабораториях применяют вот такие вот большие колбы с вот таким вот отводом. Это называется колба Бунзена. Она используется для того, чтобы подключать сюда силиконовый шланг, ну или любой другой там фтеропластовый шланг, как вам больше нравится. Вот здесь мы затыкаем с помощью пробки, но у меня такой толстой пробки нету пока что. Вот. Например, у нас в пробирке выделяется, в колбе выделяется какой-то газ, и мы вот сюда подключаем шланг, здесь мы затыкаем пробкой, и просто этот газ куда-нибудь введем туда, куда нам надо. Вот для этого используется колба Бунзена. Итак, далее мы переходим к хранению разных химических реактивов. Вообще хранение может произведиться в абсолютно разных банках. Вот конкретно у меня хранятся реактивы, например, вот в такой банке. Эта банка с очень толстой крышкой, вообще с очень толстыми стеклянными стенками. Тут хранятся лимокалиевые квасты. Далее вот такие вот есть. Это просто такие вот пластиковые, не знаю, полипропиленовые какие-то трубы. Тут такая крышка есть. Тут у меня хранятся соляные кислоты, достаточно 3%, ну достаточно мало концентрации. Также вот такие вот есть стаканы, банки, точнее стеклянные. Здесь у меня хранится сода, гидрокарбонат натэ, потому что мне не нравится, когда у меня стоят нехимические банки, потому что все-таки это полка у меня с химическими реактивами. Далее вот такая вот банка есть. Тут у меня хранится дистиллированная вода. Это просто обычная пластиковая маленькая баночка. Далее еще есть вот такие вот. Они тоже пластиковые. Тут у меня хранится диоксид марганца, который я тоже измельчала, как раз-таки в стулке с пестиком. А здесь кремниевая кислота. То есть, видите, здесь есть разные достаточно баночки. Далее идет банка чуть побольше. Она из стекла. Тут хранится диоксид дихрома. Вот. И эта банка удобная, потому что она стеклянная и достаточно прочная. Ну и, конечно, во всех лабораториях есть вот такая вот штука. Это индикаторная бумага. Я думаю, у многих дома она есть. Это специальные вот такие вот полосочки. Ну, это как бы идет на замену индикаторам, которые как жидкость, например, фенолфтальину. Вот. Вот у нас есть, например, вот какая-то полоска. У нас есть какой-то раствор. Надо узнать, какая в нем среда. Кислотная, щелочная или нейтральная. Например, мы с вами берем соляную кислоту. Ну, я думаю, вы уже поняли, что это кислота. Просто я вам продемонстрирую, как она работает. Вот, например, мы не знаем, что здесь. Конечно же, данным способом нельзя узнать, какая именно там кислота, но... Так, как видите, потихонечку испаряется и капельки идут. Ну вот. Я думаю, вы видите, что здесь вот на конце бумажка покрылась красным налетом. Это как раз-таки наш хлороводород, который испарился. Потом мы, значит, берем вот эту шкалу и просто сравниваем. Смотрим, какой pH у нас у этого раствора. Как видим, он совпадает с кислотным. Значит, там у нас кислота. Также еще у меня есть вот такая вот баночка. Это чуть поменьше, чем та, в которой хранится соляная кислота. Тут у меня хранится водный аммиак, то есть это гидроксид аммония, ну, либо просто нашатырный спирт. Но это химическое вещество, а не аптечное. Итак, далее мы переходим с вами к моей секретной коробочке. Тут хранится самое ценное. То, что у меня вообще есть из химических разных приспособлений. Здесь у меня хранятся некоторые компоненты для лабораторных установок. Во-первых, это осадковерца. Тут у меня везде шлифы. Для чего применяется насадка вюрца? Насадка вюрца применяется для того, чтобы перегонять различные жидкости, например, в воду. Итак, как она работает? Мы снизу подключаем колбу с шлифом 423, как раз, который я вам недавно показывала. Вот сюда крепится холодильник. О нем подробнее сейчас тоже расскажу. А сверху капельная воронка, которая может добавлять воду в нашу колбу. Значит, мы нагреваем колбу. Газы вот сюда идут. Тут мы, естественно, закрываем. Газы идут вот сюда в холодильник, они там охлаждаются. И дальше у нас стекает все в нашу колбу, куда мы собираем саму дистиллированную воду. Далее у меня есть разные стеклянные мешалки, потому что, ну, я не хочу пользоваться какими-то дурацкими деревянными палочками. У нас вот есть нормальные стеклянные мешалки. Далее еще вот такой вот алонж. Это чисто просто алонж под тоже такой же шлифт. Его можно туда прицепить. Вот. Он тоже как раз-таки может крепиться на конце холодильника. Просто предназначен для собирания каких-то лабораторий и установок. Ничего особенного такого. Итак, далее у нас как раз-таки сама капельная воронка. Капельная воронка устроена просто. Здесь мы наливаем, значит, какую-нибудь жидкость, которую хотим дополнять. Как раз-таки она подключается здесь сверху. Насадку вюрца. Далее мы открываем кран. И у нас жидкость поступает в нашу колбу. И когда мы долили жидкость, закрываем кран. И все, у нас вода продолжает, пара воды продолжает уйти вот сюда. Ну и сверху, естественно, затыкается той пробкой, которая у меня на колбе стоит. Далее во всех лабораториях, даже маленьких, как у меня, хранится, ну, точнее не хранится, а используется вот такой термометр. Это очень длинный термометр, он спиртовой. Как видите, здесь красная жидкость. Просто предназначен для того, чтобы измерять температуру, я думаю, вы поняли, в каком-то растворе. Достаточно длинный, для того, чтобы можно было им еще что-то перемешать, потому что, если нет под рукой стеклянной мешалки. Ну, он достаточно тоже важная вещь, потому что помогает. Итак, далее у меня есть вот такие вот штуки. Это такие микропипетки, потому что в них вот сюда подключается, типа насоса, там, груша какая-нибудь. А здесь подключается, мы отпускаем его в раствор, чтобы в пипетку набрать немножко этого раствора. Итак, ну и самое ценное, что у меня есть в моей микролаборатории, это вот такая вот длинная штуковина. Это называется холодильник. На самом деле, это просто труба в трубе, потому что холодильник, его также называют конденсатором, он нужен для того, чтобы охлаждать пары и превращать их в жидкость. Я думаю, вы поняли. По внешнему кожуху у нас гоняется, с помощью вот этих вот шлангов, просто холодная вода. Итак, вода, которая протекает через вот эти вот шланги, через внешний кожух, она охлаждает пары, которые мы вот сюда вот загоняем. Как я уже сказала, холодильник крепится вот так, на садке вёртса. То есть пары идут вот от колбы, там, где мы колбы подогреваем, вот сюда, охлаждаются. Обычно на конец холодильника крепится алонж, вот так вот. И сюда просто стекает уже дистиллированная вода. Итак, значит, вот в этом месте моей комнаты находится, значит, вот здесь у меня лежит куча всяких наборов мелкемистри, потому что вообще мелкемистри – это то, с чего я начал изучение химии, ну и то, что я интересуюсь. Тут у меня лежит куча всяких разных наборов. Тут просто я их совсем почти не провожу эти опыты, потому что я просто коплю реактивы, потому что это так интереснее. В стартом наборе уже, кстати говоря, были некоторые колбы. Там только одна колба, одна пробирка, вот эта вот стеклянная воронка. Точнее, это не стеклянная, а именно вот пластиковая воронка. Вот. Ну и с этого, в принципе, как я уже сказала, началось моё любопытство в химии, ну и изучение. Итак, чуть левее у меня находится вот эта как раз-таки полка с реактивами, как раз-таки, которую я вам показала. Тут у меня лежат также чашки Петри. Вот. Тут у меня кристаллы из алюмакалевых хвастов. Вон там этот аммиак, который я вам показала уже. Сверху у меня диаграмм состояния вещества. В данном случае у нас вода. При каком давлении, при какой температуре. Так, камера чуть не хочет фокусироваться, ну ладно. Вот. Куча чашек Петри, разные реактивы. Ну и, в принципе, на этом всё. Итак, ну я думаю, на этом уже можно заканчивать, потому что... Ну это такое достаточно небольшое видео, потому что у меня не очень много разных приспособлений. Но, конечно, самое интересное, это вот эти вот холодильники всякие, компоненты для установок. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. А если вам не понравилось это видео, то поставьте дизлайк. Не бойтесь, всё хорошо. И напишите комментарий, что вам не понравилось. Я вообще люблю конструктивную критику, обязательно приму её, если вы, конечно, напишите. Вот. Можно не писать, но можете написать, потому что, ну это как бы мне будет на пользу даже. Вот. Ну на этом всё. Я думаю, можно уже прощаться. Всем хорошее настроение, удачи в ваших химических экспериментах. И обязательно соблюдайте технику безопасности. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok